Добрый день, уважаемый зритель! С вами доктор Константин. Сегодня у нас шум в ушах. Вот сегодня можно услышать, многие блогеры дают рекомендации, врачи, там, вот как убрать шум в ушах. Это не такая проблема, ничего там страшного нету. Это, скажем так, давайте немножко разберемся, я со своей колокольной скажу, своего практического опыта. Что такое шум в ушах? Уши человека, это прежде всего орган. Нужно относиться к этому органу с уважением. Но, согласно восточной медицины, ухо – это полное отражение состояния почек. Вот вам закономерность. Ищите шум в ушах и состояние почек. Это первая вам цепочка, как я всегда говорю в своих лекциях, это первое звено в цепочке. Второе звено – меридианы. Меридианы, которые контролируют нашу с вами ушную ракуну. Это меридиан тонкого кишечника, желчного пузыря. Это меридиан мочевого пузыря. Это меридиан желудка. Понятно, да? Это меридиан тройного обогревателя. Вот сколько мы уже вам сказали. В каком состоянии эти меридианы? Многие скажут – мы не знаем. Что вы лечите? Что вы помогаете? Шум в ушах. Чем вызван? Может, это воспаление среднего уха. Может, у человека перепад атмосферного давления, он метеозависимый. Потому что человек сам вообще-то должен разобраться, откуда возникают вот эти шумы в ушах. Может, у него были травмы головного мозга. Может, у него сосудистые заболевания. Понятно, да? Может, он страдает малокровием. Ясно, да? Вот вы должны, уважаемые зрители, ответить на эти вопросы четко, те, кто страдает шумом в ушах. И в каком состоянии обязательно эти меридианы, 5, которых мы вам перечислили. Потому что диагностика 12 меридианов сама напрашивается. В каком состоянии эти меридианы, которые контролируют ушную раковину? Ясно, да? Вот узнайте, в каком состоянии эти меридианы. Приведите их в норму. Точка GI2RG имеет второстепенную связь, либо вторичную связь, так как она имеет связь, данный меридиан, с меридианом желчного пузыря, мочевого пузыря, тройного обогревателя, тонкого кишечника. Ясно, да? В каком состоянии эти меридианы? Если вы не знаете, тяжело будет помочь человеку шумом в ушах. Но данная точка, как точка скорой помощи при шумах в ушах, тонизируется, активизируется. Также используются все те точки меридианов, которых мы перечислили в данном видео. Спасибо за внимание.